Десять лет продлилась, как называют ее историки, бессмысленная война на Северном Кавказе. Около 15 тысяч солдат так и не вернулись домой. 20 из них – анапчане. Каждого погибшего земляка вспомнили поименно. Родителям павших на войне солдат выразили соболезнования. Со скорбью отношусь к тому, что родители потеряли самое ценное – это своих сыновей. И Кубань, и Россия, и город. Воинская слава Анапы будет помнить это. Я хочу поблагодарить всех, кто помнит эту дату, кто здесь собрался. И всем живым здоровья, успехов, всего вам самого хорошего. А вам, уважаемые родители, низкий поклон. 18-летние пацаны и такого же возраста командиры выстояли и не дали разделить нашу великую Россию. Больше сотни человек собрались у Вечного огня. Школьники и студенты пришли на митинг со свечами в руках. Представители анапской молодежи не пропускают ни одного памятного мероприятия. Благодаря патриотической работе, которой в Анапе уделяется огромное внимание, они знают историю, героические имена, и им всегда есть на кого равняться. Они отдали жизнь нам, чтобы мы были под мирным небом над головой. Эти эмоции нельзя описать, к сожалению. Это каждый должен сам чувствовать у себя в душе все-таки. Очень волнительно эти эмоции не передать словами. Всегда хожу на подобные мероприятия. К памятному знаку воинам, погибшим в локальных конфликтах, цветы и цветочные корзины возложили глава Анапы и заместитель председателя городского совета, а также представители общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и все неравнодушные анапчане. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.